А ну-ка, 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 дайте-ка я, чё я забасаю. В предыдущей серии. Сейчас, по-сети, в несколько забросших пробил ногу, представляешь? Она настолько гигантская, что просто... Ох, они на этой экскурсии там охуели, да? Я сам нахожусь и держат нас. А ты видел? Мы прошли деревни Чернобыльской зоны отчуждения и направились на дугу. Давай посмотрим. Как у них тут был устроен быт. Попутив город Припять, мы столкнулись с опасностями. Не, всё, уже видишь? Уже кровь даже не течёт. Глубоко, да. Посетили радиолокационный комплекс. Мы приближаемся к дуге. Это малая дуга. А в этой серии нас ждёт опасный маршрут. На дозиметре почти 500 микрорентген в час. Мы идём по длине электропередач. Переход радиоактивной реки вблизи Припяти. Да, да, давай, давай, просто иди и всё. Ночной саркофаг. Ребята, посмотрите на эту сверкающую красоту. Это саркофаг. Атмосфера ночного города Припять. Мы сейчас в городе Припять. Сколько времени? Где-то поладеннадцатого? И, конечно же, самое жуткое и радиоактивное место в Припяти. Медсанчасть номер 126. Тут даже страшно ходить, потому что видно, как здание рушится на глазах. Жмите пальцы вверх, делитесь этим роликом с друзьями, а мы начинаем. Мы сейчас отдохнём немножечко. Покушаем и будем дальше двигаться, потому что нам в Припяти ещё осталось километров 12, как минимум, если не 15. Ну, в зависимости от того, каким маршрутом пойдём. Ребятушки, в Припяти остаётся 6 километров где-то только по прямой. Сейчас покажу. Вот там, вот там в саркофаг. Я постараюсь приблизить так, чтобы вы увидели, что до него осталось, ну, совсем чуть-чуть. Но проблема в том, что нам нужно будет где-то вот там под линией перейти речку. И вот это, ну, реальный головняк. Вот показывают 96-100. Вот, ну, это в воздухе. На земле я там особо не меряю. Так что будем чухать под линией электропередач дальше. Не-не-не, то градирня. Это называется градирня. И мы сейчас не будем медлить, просто наступим на педали, да. И будем себе потихоньку чухать под линией электропередач. Будем чухать на ту сторону. Нам в любом случае нужно будет перейти речку сегодня и там уже где-то ночевать. Вот тут, кстати, радиация, ай-яй-яй. А давайте я вам покажу. Мы когда увидели реактор, ну, точнее, саркофаг, открылось второе дыхание. Сейчас на дозиметре почти 500 микрорентген в час мы идем под линией электропередач. И перед нами сейчас очень серьезная задача. Пройти болото и потом после болота переправиться на другую сторону через реку. И это очень, очень опасный, сука, маршрут. Там придется... Вот сюда надо пройти. Там придется нам... Нет, давай, наверное, все-таки еще сюда придем. Там придется 533 микрорентген. Придется сейчас смастерить плод из березовых веток. Это все склеить скотчем и переправить рюкзаки на другую сторону. И самим переплыть это все вплавь. Ух, это такая реализация и задумка. Но как оно будет, хрен его знает. Вот так мы выглядим сейчас. Морды довольны, потому что до Припяти осталось чуть-чуть. Мы думали, конечно, ложиться отдыхать. Но, блин, ну лучше дойти. Лучше уже сегодня подубить ноги. На одной ноге мозоли, наверное, 7, на другой 5. Весело. Короче, шуруем, ребятушки, потихонечку в Припять. Это лучше. Да, да, давай, давай. Просто иди и все. Просто иди и все. Ох ты что. Вот это... Если идти на цыпочках, то можно даже яйца не намочить. Вот рыжий лес, чтобы ты понимал. Так, все, аккуратненько. Саня, можешь достать каремат? Фух, нормальный переход. Ребята, посмотрите на эту сверкающую красоту. Это саркофаг. И саркофаг... Ты посмотри, как это... Как труба сияет. Саш, глянь, как сияет труба. И посмотри, как сияет саркофаг. Просто охренеть. Просто охренеть. Ребятушки, вот напротив нас саркофаг. В этой стороне у нас градирня. А там очень дребезжат громко провода. 750 тысяч вольт. Вот, и мы потихонечку будем сейчас топать в сторону Припяти. Нам налево. Погнали. Слушай. Это того стоило, чтобы сегодня перейти. Мою морду, конечно, не видно. Но... Это было офигенно. Мы перебрались через реку. Идем на Припять. Вы просто посмотрите, как сияет саркофаг. Мы идем сейчас прямо возле самого саркофага. Буквально в метров 500. Пока что все тихо. Никого не едет. Ночной, конечно, маршрут самый идеальный. Короче, топчем, ребят, потихоньку. Ребятишки. Мы сейчас в городе Припять. Сколько времени? Где-то полагентства? Или 10? Мы идем потихонечку. Шагаем по Припяти. Это, конечно, просто... Охренеть, да? Кто? Да здесь надо по-разному. Просто посмотри нафиг. Пиздец. Танимея, мы пойдем. Мы сейчас пойдем, ребята, в самый козырный уголок Припяти. Ребятушки, мы сейчас на крыше, если не ошибаюсь, 12 этажки. Это улица Дружбы Народов. Луна светит. И вдалеке горят огни. Слушай, вообще, да, саркофаг? Какой он гигантский. Какой он огромный. Просто жесть. Мы сегодня убили ноги просто в хламину, но мы пришли. Самое трудное путешествие за всю мою историю, за все мои походы. Конечно, смотрится это великолепно. Потрясающе. Короче, ребятушки, показываю вам картину происходящего. А что? Чуешь? Ебать обжили. Закрывай, правда. А вдруг мне дать лучше, я сейчас не скажу. Чуешь? Так, мне не спало. Да, ты что? Просто жесть. Партирку прикупили, прийти. Да ты что, сильно не пилите, понял, чтобы этой пилюкой не дышать, бы уже летает, эта гадость. Что, я помню, достал. Все, надо ложиться спать. А, спать, вещи развесить надо. Короче, жесть, просто жесть. Ох. Будем ложиться спать. Все, ребята, мы выходим с квартир, в которой ночевали. На улице нереальное количество экскурсий, охранников, кто там еще. Ну, в общем, сотрудников зоны отчуждения. Так что мы сейчас направимся в медсанчасть, роддом. Наверное, пожарная и МЧС. И там уже будем смотреть, что будем делать дальше. Припять. Красивый, большой, но покинутый город. Мы направляемся сейчас на медсанчасть. Номер 126. Вот она. И там посетим как раз морг. Возможно, роддом. И там посмотрим дальше, куда мы пойдем. Сюда, 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 сюда. Куда? Направо, направо, направо. Мы решили прямо вдоль береговой линии пройти к парому. И мы сейчас туда и направимся потихонечку. Главное, чтобы нас экскурсий, которые будут сзади наблюдать на это место с пирса, нас не увидели. А в остальном, в принципе, удача на нашей стороне. Мы сейчас искупаемся здесь. Вот. И будем идти дальше. Смотрите. Такой заброшенный паром. Охренеть просто. Мы рядом. Радиация около 500. 420 показывает. Я никогда здесь не был. Ни разу не доходил до этого места. Тем более нам надо ускориться, потому что с другой стороны экскурсии. И они выходят на пирс смотреть на это, на этот объект. И, фу, блин. Ох, ты что, твою мать. Ох, ты что, упал. Твою мать. Отлично. Нас никто не видел. Никого на пирсе нету. Мы пробираемся дальше. Да, блин. Все. Мы на месте. Посмотрите на эти краны. Это просто охренеть. Мы хотели в ту сторону тоже пройти. Но сегодня вряд ли это получится. Ребятушки, мы пришли. Надпись уже полностью стерлась. Ничего не видно. На дозиметрах 62. Уровень радиации 62. Микролентген в час. Вот так это выглядит. Ржавый. Гнилой. Наклоненный. Ходить по нему очень стрёмно. На пирсе пока никого нету. Все чисто. Все спокойно. Остались куски некоторых записей о составе и оборудовании спасательного поста на этом движущемся объекте. Правила и поведения на воде. Инструменты пожарной безопасности сняли. Наверное, тут был топор, ведро. В этой стороне так непривычно, как будто тебя гравитация тянет в одну сторону. Опа! И ты из этого корабля видишь вот такая картина интересная. Внутренняя часть парома выглядит вот так. Наклонена остались батареи, кровать, выбитые окна осталась, недопитая бутылка пива, которая лежит на земле. И картина, конечно, жутковатая. с этой стороны все вроде как более адекватно, ржавчина, но толстый металл за счет этого оно и целое. Ну а с этого ракурса открывается вид на дома Припяти. Крайнюю улицу я так полагаю, что это дружба народов, хотя могу ошибаться. вот речка заросла большим количеством камыша. Но смотрится это, конечно, эпично. Хотелось бы побывать еще на той стороне и на кранах, которые находятся по ту сторону реки, но получится ли у нас это сегодня, это пока под вопросом. Ребятушки, как вам это место? Выспались? Так а что за краном? Как в артере приписке ночевать? Сань, выспался нормально, да? По сравнению как мы спали. Не, ну лучше, чем в палатке, потому что мы нашли матрасы и хотя бы можно было выспаться с комфортом минимальным. Только что искупались. Правда, ветер такой прохладный. В три раза всего лишь превышение нормы, так что мы старались по камням забраться, искупаться, помыть голову и отправиться дальше на исследование Припяти. Ух, круто вообще, брат. Саня, что там? Правда? Так что, рассказывай, ты был на Новоднестровской атомной электростанции? Шесть реакторов? Четыре шесть. Так вы, получается, приехали в то время, когда их только строили? она уже работала. А дополнительно реакторы строили? Она уже работала. Котлован видел, как копали? А как это? Робот? Робот? Один? А какой диаметр этого где-то? Я не помню, я не буду бихать, глибоко, дуже глибоко. У нас сначала сколько может достают, нормально цей техники, ты понял? А потом уже запускают, краном спускают цю робота-машину. А, понял. И он вокруг себя и углубляется, понял? А трубы? Ты не будешь там? Трубы что? Какие? Верхний бассейн, понял? Вот типа атомная, это внизу, Днестр, а подвижаться, что вода, типа верхний бассейн. Ну там гора, короче, ну 90 градусов не на уклон, мы тоже кабелях, не кабелях, короче, 800 метров гора, чтобы понимали. Устроен жилобалый, как будто не жилобалый. Понят под гору, а трубки, на спинах, барабан оставили сверху, ты представили, возили машины, лебедки, имеется все гуртом, все наши кабельщики на плечи, ну там ты что, такие кабелях. Так, а вы получается, ваша задача была сделать освещение там, правильно? Освещение, вся запятка, все и мощности тоже. И вы сделали? Ну конечно. Все сделали? Да, нет, что ты что? Так фирма там командировка три года лишу. А, три года было? А я в то время работал в Севастополе. Да. Провод это тягал тоже там по этим канализациям. А на крышке реактора СМС стоял уже, ну шаркубин действующих, он уже все там взроблено. Потому что по кругу так, такие светильники метр-два поля, по кругу красивый, наверное, фо-тре есть. А, короче, до светильников, до всего. Понял. А какие там шахты, сколько там кабелей, ай, экскурсия очень большая. Такой поводырь хулисос, понял? Быстрей. Я вижу сразу его хитрая ебала, понял? Я прям вижу, что он хочет нас сдать. я прям вижу, как эта сука видит во мне деньги, которые не были заплачены за экскурсию. Тварь. Тварь, блядь. Я вижу таких мразей насквозь. Приехали. Вот она. Максим, стой. Не загараживай. Иди сюда, за меня, за меня сзади. Вот так выглядит медсанчасть. Пойдем вовнутрь, зайдем, да? Мы на подходе к медсанчасти. Это здание роддома. Посмотрим, как тут обстоят дела. По правую сторону у нас молочная кухня этой же медсанчасти. Тут редко бывают экскурсии, ну, по крайней мере, когда мы ездили тут никто никого никуда не вводит. Так что такие дела. Центральный вход. Мы выкупались, чувствуем себя хорошо. Правда, уже комары, мошки. Вот, но тем не менее ощущение, конечно, бодрое. Главное, чтобы не взяли раньше времени и будет вообще супер. Все, будем заходить. будем заходить в роддом. первый этаж роддома выглядит именно так. очень сильно все поосыпалось. Это как будто отдельная часть здания, чтобы вы понимали. даже трубы в адекватном состоянии. что-то лифтовая шахта. Лифт сверху отсутствует. снизу лишь остатки. Есть еще подземное помещение подвальное. Но, скорее всего, туда я сегодня не попаду. Кнопка лифта вот в таком печальном состоянии и сверху табличка, которой уже невозможно разобрать, что там написано. Здесь находится два грузовых лифта, по которым поднимали, видимо, пациентов. Вот. Достаточно массивные лифты. Состояние, в принципе, сохранилось неплохо. Проводку, как обычно, вырвали. Тут даже птицы смастерили себе гнездышко. Заходить я сюда не стану. по этой стороне есть лестница, где мы можем подняться на верхний этаж. А тут какое-то непонятное помещение. Ага, видно, тут, видать, хранился инвентарь. Горчки, или, как правильно, лотки это называется. и какая-то комарка. Помещение закрытое, тоже в печальном состоянии, в печальнейшем. Полоски. Выход на улицу. Мы, скорее всего, поднимемся дальше. здесь находилась сборка, ТП-шка. Все очень рухло и гнилое. Здесь видать осталось. баночка с жидкостью, похожа на масло. Там порошок. Что это за порошок, не знаю. Вешалка для белья и какие-то баночки с непонятным веществом. Вот так, кстати, выглядели палаты того времени. Два места. Здесь одна кровать. Точнее, здесь две кровати. Здесь, по всей видимости, две кровати. И сразу же, чтобы вы понимали, родильня. раствор фурацелина. То есть, получается, сразу принимали роды и в ту комнату оформляли роженицу. Также был туалет с раковиной и, так скажем, ничего лишнего. операционная. Тут находились кроватки для новорожденных, весы и таких комнат было несколько. Я так полагаю, что здесь уже сбрасывали все ненужное. А это как трофей, напоминающий о том, что здесь было и как происходило. Журнал учета профилактических прививок. 1944-й ходить, типа. 1944-й не, это номер. Это номер документа. И, чтобы вы понимали, он практически пустой. На первом листе всего лишь одна запись. Небольшое количество. Перед нами отделение медсанчасти номер 126 в Припяти. Это неврологическое отделение. Сейчас посмотрим, что от него осталось и в каком оно состоянии. 160 радиации, микрорентген в час. Считай, превышение в пять раз, чуть больше. осторожно, чтобы видеть, что тут обваливается потолок очень аккуратно, чтобы не упало на голову. многие экскурсии, экскурсоводы не пускают ни одного человека в здание, потому что все здания находятся в крайне аварийном состоянии. Кровать. состояние тут очень печально. Тут даже страшно ходить, потому что видно, как здание рушится на глазах. Это график. Работа на апрель 1986 года. Медсестра Кровец Татьяна Валентиновна возможно. Лаванец Рудь Дальше прочитать не могу. И тут есть записка. Прошу разрешить отработать мою смену 29 29 4 день медсестру Клемюк НП 29 86 года день Клемюк подпись. То есть женщина понимала, что произошло и она не хотела оставаться в Припяти дальше. Но видать уволиться тоже не хотела. Хотя так быстро это все не делается. А это тот самый подвал медсанчасти номер 126 в который избрасывали вещи пожарных и тех кто получил получил невероятные дозы радиации. И практически все сталкеры залазят в подвал именно той стороной. Это самое жуткое место, которое можно вообще найти в Чернобыльской зоне отхождения. Сейчас я вам его покажу. вот тот самый вход в подвал медсанчасти. Через это окно сейчас залазит, потому что все остальное закрыто. мы подумали, что здоровье конечно дороже и всякие халатики и респираторчики не упасут микроскопической радиоактивной пыли, которая может проникнуть и в обувь и в вещи, в которых нам, к сожалению, не во что переодеться. И лезть туда и рисковать своим здоровьем у меня нету ни малейшего желания. Потому в это место я спускаться отказываюсь категорически. Самое интересное слышишь, что многие люди там сталкеры думают, что какие-то рабочие очки их спасут от микроскопической радиоактивной пыли. Слышишь, как все стучит, гремит? пойдем потихонечку. Что-что? Не-не-не, Максим, это не спасает. Это не спасает вот радиоактивная пыль, понял, и вообще частицы, собственно, которые были принесены с вещами пожарных, там от них фонит по 80 тысяч микрорентген, прикинь, и больше. Так что я считаю, что это нецелесообразно, и рисковать здоровьем ради того, чтобы увидеть последствия горя и зараженную одежду, я считаю, было бы не совсем правильным. Ага, вижу, там машина с экскурсиями, так что направляться мы туда не будем, сейчас выберем, наверное, более безопасный маршрут. И Саня долгое время хотел, чтобы мы сходили на высотку, на 16-этажное здание, их тут несколько, я точно не помню адреса, но мы их сегодня найдем, мы туда поднимемся. Было бы, конечно, круто сегодня еще переночевать, а завтра топать домой, потому что в Припяти реально есть что посмотреть, и из-за того, что тут просто нереальное количество экскурсий, нам не удастся нормально походить на каждом шагу охрана. Ладно, мы тут в самом краю, тут никто не ходит, а тут через центр, там просто толпы народа, и их нужно как можно максимально отдаленно отходить, ну, проходить, потому что они нас запалят, вызовут охрану, ну, и, собственно, нас возьмут так, мы ничего не успели посмотреть. Погнали, короче, ребята. В следующей серии я покажу вам нечто паранормальное в морге города Припять. Если честно, то мне атмосфера здесь вообще не нравится. посетим разрушенную школу и детские сады. Печальная куколка Маша Припятская, более 30 лет, никому не нужна. Поднимемся на крышу одного из самых высоких знаний. Как ты считаешь, вот эти убитые ноги просто в хламину с тысячами мозолей, она не того стоит? И я вам обещаю, дальше будет еще интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok